Ава, народ, с вами Анастезия, мы продолжаем проходить 7 Тайн, в этой серии мы постараемся с вами выйти на две оставшихся концовки, вот, в общем-то, начинается. Мы получили аптечку, как вы помните, у нас тут был выбор, использовать сейчас или не сейчас. Мы её используем в другом месте. И постараемся двигаться быстрее. Надеюсь, я понял. За меня эта дура побежала, которая туй. В общем, нам надо её использовать в кое-какой комнате, надеюсь, что я помню, где она находится. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, а ты, пацан, терпи. А там она будешь. Ну, по-моему, вот сюда, да. Везде эти зеркала и везде эти глаза, которые за нами следят. Я так понимаю, что это глаза-то девчонки. Я вот пересматривала серию, и, кстати говоря, я так нифига я не поняла, что происходит в этой школе. Эй, что нафиг? А, вот, по-моему, вот сюда. Это у нас что? А, нет. Нам надо куда-то в какую-то стену войти, что ли. Я пропустила это место, ребята, так что извините, пожалуйста. Заболталась и не то. О, видали? Там висят три трупа. Вон в ту комнату нам, ребят, с вами. Хорошо, что все это не на время. Иначе бы я точно запорола все. Ой. Да открой ты эту дверь, сраную. Что тебе мешает? Я не понимаю, куда мне нажимать. Я в прошлый раз нажимала на пробел. Так. Так. Но в этот раз она почему-то не открывается. Хотя она будет сюда. Ребят! Ну не тупи. Что он застроит? Есть что-нибудь? Кстати, надо убавить. Каждый раз, что ли, надо убавлять. Странно его. Так. Что-то я не понимаю немного. Она просто не хочет и не открывается. Давайте попробуем вернуться в главное меню. И попробуем загрузиться еще раз. Потому что, ну это однозначно какой-то баг. Ай, опять. Ни хочу использовать ее здесь. Ладно, сейчас выйдем. Кстати, тут можно стрелочки заметить. Так. Да что ты... Что ты проседаешь, что ли? Алло. Сейчас еще раз. Так. Надеюсь, теперь тут можно будет пройти. А-а-а! Вот в чем прикол. Она, оказывается, закрывается, если мы в нее сразу не войдем. Хорошо. Что там? Он находится там, где девушка и лошадь смотрят друг на друга. Что-то я не поняла. Находится там, где лошадь и девушка смотрят друг на друга. А где? Вы видите тут где-нибудь лошадь и девушку, смотрящую друг на друга? А-а-а! Нам тут двери с вами открывают, подсказывают. Окей. Хм. Я устал. Погодите, давайте сохранимся. Не хочу я потом блуждать на девятнадцатый. Нам все за тот же столик, как обычно. Вот. Хорошо. Все будет в порядке. Нет. Мой глаз. Я больше так не могу. Нет. Я не хочу, чтобы все закончилось вот так. Что, я не успела? Нет. Или он просто откинулся? И опять мы попадаем в лазарет. Отлично. Когда ты проснулся? Ну, короче, ты был без сознания. Что случилось? Что с моим глазом? Что происходит? Может, это часть проклятия? Тебя привел сюда другой ученик. Давайте то, что мы уже читали, я не буду просто читать и... Буду пропускать. Так. Сказал, что ты должен знать его как Сенга из десятого, а он был оживленным. Как он вошел без ключа? Думаю, ты должен встретиться с ним и сказать спасибо. Ну вот. У нас тут опять загадка. Как же он так? Вошел-то в библиотеку. Где он? Да вот он. Итак, ты пришел, Туан? Как ты узнал, что я был в библиотеке? Где ты взял ключ? Я скажу тебе, но поговорим об этом позже. Мне надо сказать тебе кое-что более важное о проклятии. Так, ты видел странные вещи. Да, какие вещи? Ты видел иллюзии. Ну вот, короче, это та самая часть диалога, которую мы читали. Хочется, нет девочек. Там лишь физически и умственно нам повезло, что мы оба умерли. Ты-то, Сенг, не умирал. Что ты врешь-то? Ты просто походил по этой школе и все, и больше ничего. Майя умерла, Лойя умер. Туан, возможно, тоже. А ты нет. Мы твоей смерти не видели. Вот и вся история. Ах, да, вчера вечером я в музыкальной комнате видела кровавленного парня. Он... Да, это тоже иллюзия. Это был ученик. Его нашли без сознания, а все его тело было в ожогах. Теперь его лечат физически и психологически в больнице. Уже время урока. Ты можешь встретиться со мной после школы? Думаю, я знаю, как уничтожить проклятие. Вот, на этот раз он хочет не уйти из школы, а уничтожить проклятие попробовать. Итак, как нам уничтожить проклятие? Для начала нам надо найти место, где много зеркал. Просто отведи меня туда, я расскажу остальное. Хорошо. Иди за мной. Ну, алло, гараж. Ты собираешься идти? Спасибо. Мог бы и раньше очнуться. А, это то самое место. Давай посмотрим секретную комнату. Слишком палится, да? Должно быть зеркало, которое отличается от других. Особое зеркало. Ну, Туан, кстати, молодец. Вот, в отличие от дочери Мэтт Фазер, помните, да? Он не орет там. Ха! Я знаю, что ты убийца. Я знаю, что ты хочешь меня убить. Так что давай, сейчас возьми меня и убей просто. Да, убей меня на месте. Нет, этот увидел, что он подозрительный, но он ничего не сказал. Он правильно... Молодец, Туан. Я тебе прям... Респект. Все. Но какое из них? Они все одинаковые. По-моему, вот это. Это не то зеркало. Вот это? Кажется, это. Да, просто из этого зеркала выходил в прошлый раз директор. За зеркалом проход. Там темно. Сейчас, по-моему, нас убьют и все. Это как мы храним секреты, новичок. Это что, еще одна плохая концовка? А можно было как-то по-другому, я не знаю, там? Или нельзя было? Бэд энд. Странно. Видимо, я что-то не так сделала. Сейчас я вернусь, ребят. По идее, вот что я должна была сделать. Я должна была для открытия седьмой главы, как помните. Мы только шесть почему-то проходили. Седьмая глава, это как раз-таки истинная концовка. И, в общем, для нее нам надо собрать, как я поняла, два клочка бумаги. Один находится в библиотеке перед тем, как потерять сознание. Это он там в картине, его легко найти. И второй, где женщина и лошадь смотрят друг на друга. Вот они, ребят. Вот еще один клочочек бумаги. Теперь нам, наверное, нужно войти в эту комнату. Да. Вот, по идее, мы теперь можем пройти дальше. Нам должна открыться седьмая глава. Если нет, то я даже не знаю, как быть. Он нас должен скинуть в эту комнату. Видимо, без этих бумажек там просто не пройти. Поэтому нам дальше и не давали, как бы, проходить. В общем, нас тут закрывают. И должна, по идее, быть седьмая глава. Да, вот, седьмая глава. Выход. Отлично. Наконец-то у меня хоть что-то получается, как у людей. Ой. Было же так хорошо и светло. Зачем этот зеленый цвет, в котором я ничего не увижу? Что произошло? Я за зеркалом? Да, тут целая тайная комната, дружище. Ой, сохраняшечка. Так. Это стульчик, я так понимаю, да? А, свечку возьмешь? Чего ты свечку не берешь? Она же тебе должна помочь. Это иллюзия. Да, просто иллюзия. Да нет, это не иллюзия. Надо уходить отсюда быстро. Как ты отсюда уйдешь? Отсюда нет выхода. Я не могу открыть. Спокойствие, только спокойствие. Сохраняй спокойствие. Они сюда трупов скидывали. Это уже не иллюзия. Он все это время играл со мной. Что мне делать? Он вернется и убьет меня. Возможно, он уже много раз делал это. Толкая сюда любопытных учеников, а затем убивая их. А, я вспомнил. Прежде чем я потерял сознание, я взял клочок бумаги. Самое время посмотреть, что там. Я рассказала о ней моему лучшему другу. Он хотел убить ее и покончить со всем этим. Так он хотел спасти учеников школы. И проклятие будет разрушено. Таким образом, она умерла. Но иллюзии не остановились. Люди продолжали умирать. Директор знал о моем друге и мне. Он знал, что происходит, но приказал нам держать рот на замке. Он сказал нам не рассказывать никому то, что мы знаем. Думаю, я знаю почему. Он не хотел, чтобы кто-то знал о проклятии, потому что, если все будут о нем знать, никто не пойдет в эту школу, и она будет закрыта. Что за жадный ублюдок? Но у нас не было выбора, кроме как слушать его. Ведь он знал, что мы убили ее. Будет очень плохо, если он предъявит полиции доказательства. Итак, наша миссия хранения секретов началась. Сэнк и май, что ли? Некоторые студенты хотели перевестись, но он и я не позволили этому случиться, ведь они знали о проклятии. И секретах. Я бросаю трупы в секретную комнату. Это лучшее место, потому что о нем никто не знает. Но это Сэнк, сто по сто. Я устал хранить секреты и убивать любопытных учеников. Возможно, мне надо перевестись в другую школу и начать учиться, но это будет сложно сделать. Директор ищет новых учеников каждый год, чтобы продолжить миссию. Кажется, ему нравится это. Так вот в чем дело. Жуткая... Какая жуткая школа? Каждый, кто знает секрет школы, должен исчезнуть. И, похоже, следующий я. Ну что ты стоишь-то? Что такое? Он идет! Я должен что-нибудь придумать, и поскорей. Так. Ну давай на первый. Какая разница. Может спрятаться в гору трупов? Или куда? Тут больше некуда спрятаться. Ну что ты стоишь-то? Залезай. Там есть нож. Но шкаф закрыт. Он идет, надо спешить. Взять нож. Пароль. Я не знаю, какой пароль. Вы что? И даже выйти никуда не могу. Я не знаю, какой его пароль. Ладно. Видимо, это моя смерть. Мне придется... Сдохнуть. Ну ладно, ничего такого. Один раз можно, а нет. Должен быть другой способ. Тебя прибьют сейчас. Алло. Отлично. Я должен выйти отсюда, прежде чем он проснется. Ты что, серьезно? Мы без ножа тут просто не протянем никак. Я не поверю, что так просто можно убраться из седьмой главы. Это конец. Он больше никого не тронет. Уже почти двенадцать. Это последние минуты моей жизни. Мне кажется, мы опять что-то не так сделали. Ну ладно, у нас в принципе сейф есть. Ребят, ну я даже не знаю, где тут выход. Я знаю, где выход на задний двор. Но сам выход из школы, я без понятия. Да, сюда мы просто не пройдем. Почему ты так медленно ходишь? Мне это не нравится. Хотел бы побыстрее немножко. Это было бы просто замечательно. Ой. Все рушится. А почему? Я все же не поняла, что же это за проклятие такое. Кто кого проклял? Чье это проклятие? Тут все походу замешаны. Ай. И не туда, а куда. Библиотеку что ли опять? Не в сортиры, это точно. Ой. Че со светом происходит? Надеюсь, нам не в библиотеку, ребят. Мне там уже надоело тусоваться. Нет, вроде нас пускают с вами дальше. Стоп. Нет, уже не пускают. А че тогда делать? Осталось пару минут. Пару минут до чего? Нет. Ну да, надо было его просто прибить. Похоже, ты проиграл. Туан. Секрет навсегда останется тайной. Без ножа, я говорю, тут никак. В любом случае не сможем выбраться. Добро пожаловать в мою школу, ученики. Надеюсь, вы добьетесь своих целей. Также я хотела бы пожелать, чтобы этот год был приятным для вас. Да, уж очень приятным. В общем, надо переиграть с этим ножом. Плохой конец. Ну да. Да. В общем, на этот раз я выбрала вариант нож не брать. Мы увидим с вами еще одну концовушку. Вот, ручка. Наверное, я ее уронил. Получина ручка. Туан, я убью тебя. Ты и так уже много убил, разве нет? Умри. Думаешь, ты сможешь держать это в секрете вечно? Ты сядешь в тюрьму за убийство девушки. Да? Что теперь? У него нож. Нехорошо. Думаешь, я не был готов к этому? Думаешь, ты единственный, кто ударил меня и пытался сбежать? Большая ошибка. Ты присоединишься к тем трупам. Ты умрешь. Он псих. Ну не волнуйся, они были такие же любопытные, как и ты. Ручка. Будь хорошим и умри, наконец. Умрешь здесь только ты. Думаю, глаза выколол. Жесть. Это конец. Все, теперь валим отсюда. Без глаз он нас точно не найдет. Все только по запаху, но вряд ли у него такое чудесное обоняние. Теперь, я так понимаю, нам надо опять в библиотеку? У нас вообще все сводится к библиотеке, вы не заметили? Я, блин, эту игру уже час прохожу, меня это бесит. Только ради того, чтобы посмотреть все концовки. Ну я, в принципе, и так никогда никакие концовки находить не пытаюсь. А тут возможность, в принципе, выпадает. Почему бы и нет? Хоть в одной игре надо посмотреть все концовки. Которые вообще тут могут быть. Такая музыка прям. Мне еще не нравится, что, блин, он ходит так медленно. Он как старичок-боровичок какой-то. Ну я не знаю. Мог бы быстрее передвигаться. И вообще, что ему мешает из этой школы выйти? А не ходить тут по этой библиотеке. Скоро полночь. Это будет моим концом? Ну не знаю, у Сэнга глаз-то уже нет. Он тебя никак не поймает. Полиция обнаружила трупы учеников. Директор школы был арестован за страшные преступления. Также он пострадал от родителей погибших детей. Школу официально закрыли. Душа Туй нашла успокоение. С тех пор проклятие исчезло. Ну, неплохо. А Сэнг остался жив. А, нет, это не Сэнг. Это Линь? Это Линь, по-моему. Счастливый конец. Теперь нам нужно добраться до... ...обычной концовки с ножом. Это мы тоже посмотрим. Там есть нож, но шкаф закрыт. Надеюсь, мы успеем с вами пароль ввести. Пароль у нас I know. Так, надо спешить взять нож. Пароль. Подожди. Я, 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 я. Где я? Я. З. На. Ю. А где Ю? Так тупо лохануться мне не хочется. Получилось. Шесть секунд там оставалось. А-а-а. Я-то думала, у нас тут будут английские буквы. Ну ладно. Все, он его прибил. Он мертв? Ну, естественно. Ну, должен, по крайней мере. Все закончилось. И нож с собой забери. Слышал новость? Полиция нашла холодные тела пропавших учеников. Также они нашли нож, покрытый кровью. Убийца Туан из 10-го А. Он был отправлен в психиатрическую больницу. Как ужасно. Думаю, что после случившегося школу закора закроют. И вправду знает только он. Не надо было нож вставлять. Надо было с собой забрать. Ты че? Он идет. Да кто он-то? Ну блин, ну люди. Ну что такая концовка? Ну прям я не знаю. Офигеть. Ну ладно, это, собственно, были все концовки, кажется, которые тут вообще могли быть. Ну, возможно. Возможно, есть какие-то другие секретные. Вообще, в пикселях, как правило, по 20 концовок. 19 из них скрыто, одна нормально. На одну ты постоянно натыкаешься. Ну, в общем, всем спасибо за внимание. С вами была Анастезия. Увидимся в следующих играх. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok